Всем привет! Вернулись ко мне ручки клиентки, моей клиентки. Эти ручки у меня как-то были уже на канале, я практически их не снимаю, потому что у нас здесь простенькие дизайны или простенькое покрытие, вот как в этот раз было. У нас тут некоторые ноготки растут вверх, клиентку все устраивает, ее устраивают, ее ногти. Но мы в этот раз решили проэкспериментировать и нарастить мизинцы, потому что мизинцы больше всех растут вверх. Остальные решили не трогать. Снимаю покрытие отвердо с плавной фрезой. Кстати, я заметила, чем меньше фреза, тем мне удобнее снимать, тем не так сильно нагружается ручка аппарата. В этот раз я заказала себе фрезы, они пришли подлиннее, чем были вот эти, и не очень, наверное, удобно. Но за счет того, что фрезы длиннее, у них полотно длиннее, мне кажется, материал снимается быстрее. Длину я убираю всегда фрезой. На мизинце практически под ноль убираем, потому что будем его наращивать. Придаю форму что-то среднее между овалом и миндалем. Кстати, на этих ручках я использовала в прошлый раз базу от Мисши. Она просто отлично проносилась, у нас даже не было здесь укрепления, ничего не отвалилось. Девочка обычно ходит 4-5 недель, все относилось замечательно. Я думаю, что эта база подходит для ногтей с жирной ногтевой пластиной. Маникюр делаю как обычно, пламя с красной насечкой, вычищаю птерики, приподнимаю кутикулу. Затем выворачиваю кутикулу. Здесь я работаю очень аккуратно, потому что у нас тут очень близко находятся капилляры и очень-очень нежная кутикула, а также у нас очень нежные синусы. Приключаю на форвард и обрабатываю аккуратненько в другую сторону. Обычно на этих ручках я срезаю кутикулу ножничками, потому что ручки влажные. Мне проще сделать это ножничками и затем зашлифовать все шариком. Но сейчас, кстати, в зимнее время года у всех ручки подсушились и, возможно, в следующий раз на этих ручках попробую убрать шариком. Шарик у меня здесь диаметром 40 мм. Обезжириваю ноготки, заодно убираю весь опил. Праймером прохожусь обязательно для лучшей сцепки базы. И снова буду использовать эту же базу от Месши, потому что она очень хорошо относилась в прошлый раз. Здесь мы делаем обычное выравнивание базы, ничего не укрепляем, у нас и так все прекрасно носится. Месши Итак, после нанесения и выравнивания базой будем сейчас выравнивать мизинчик, точнее его наращивать. Форму я поставила слегка вниз от верхорастущего ногтя. И сейчас я выкладывать буду полигель. Полигель выкладываю апельсинной палочкой, смоченной в спирте. Наращивание у меня здесь идет в два этапа. Сначала я как бы делаю такую подложечку, просушиваю, а затем я начинаю выравнивать апекс, дабы верхорастущий ноготь не вытолкал нам весь наш наращенный ноготь. Полигелем я просто перекрываю тот верхорастущий ноготок, чтобы он у нас не торчал из-под полигеля. Просто выравниваю ноготок. Ну и соответственно опиливаю все лишнее, подпиливаю в форму, если надо выпиливаю снизу. Использовать мы в дизайне будем. Ну или в покрытии. Вот такой флуоресцентный, кстати говоря, гель-лак. Здесь у нас не сложный, достаточно простой, но очень стильный получился дизайн. В общем, я здесь вырисовываю окошко на натуральном ногте. Точнее на его натуральном цвете. И просто закрашиваю боковые стенки квадрата. Сложного ничего нет. Самое главное сделать ровным квадрат. Вот здесь, наверное, немножко сложновато. КОНЕЦ Затем я беру вот такую гель-краску металлическую и обвожу квадратик. Мне очень нравится вот этот эффект металлизированной краски, но дело в том, что она немножечко расплывается и такие четкие контуры очень тяжело сделать. Какие-то особо тонкие линии, я думаю, этой гель-краской вряд ли получится, какие-то, например, закрашивать элементы очень даже да. Добавляем здесь слайдер, у нас тут будет оригами, на ватку я попрызгала водичку, чтобы он у меня там отошел. Ну и приклеиваем, я приклеиваю просто на липкий слой гель-лака, как видите, не сразу получилось, я уже думала все. Ну нет, все получилось. Получилась у нас тут такая аптечка в окошке. И перекрываю все топом от мечей, мне очень нравится этот топ, я всегда выравниваю топом, чтобы ноготки были ровненькие, блики были ровненькие. И, конечно, сейчас уже не популярна тема с идеальными бликами в инстаграм, но человек же будет ходить с этими ногтями, поэтому пускай они будут у него ровные. Вот что у меня в итоге получилось, я максимально попыталась выровнять мизинчики. Считаю, что получилось очень неплохо, если вам понравилось, поставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и всем пока-пока!